Господин председатель, уважаемый господин министр, всецело поддерживаем СОЗО делегациями ОАЭ и Китая срочного заседания Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в секторе ГАЗ. С крайней обеспокоенностью заслужили оценки положения на земле от генерального комиссара Бапор Филиппа Лазарини, исполнительного директора ВНЗФ Кэтрин Рассел и директору КГВ Лизы Даут. Коллеги, пришло время назвать вещи своими именами. На оккупированной палестинской территории и западном берегу реки Ордан и в секторе ГАЗа разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба. По поступающей информации число погибших в анклаве перевалило за 8 тысяч человек, половина из которых дети, женщины и пожилые люди. Под завалами находятся более 2 тысяч человек, половина из которых также дети. Более 21 тысяч человек ранено. Количество внутренне перемещенных лиц в ГАЗе достигло 1,6 миллиона человек. Только в лагерях Бапор находятся 640 тысяч палестинцев. На сбри более сотни погибших. 3 тысячи пострадавших. Эти жуткие цифры растут с каждым часом. Выражаем благодарность всем гуманитарным сотрудникам на земле, работающим на исходе сил в условиях катастрофической нехватки базовых, в том числе медицинских товаров, а также с крайне высокими рисками для жизни. Масштаб потерь со стороны ООНовских агентств шокирует. 64 сотрудника убиты, 22 ранены, 42 объекта в опор разрушены. Мы отдаем дань сотрудникам ООН, которые продолжают работать в невообразимых условиях и тем, кто заплатил за это своей жизнью. По информации СМИ, в ходе израильских обстрелов на Голубой линии ранено два миротворца. Временных сил ООН в Риване. Под угрозой атаки Цахал оказалась крупнейшая в Газе больница Аль-Курс. Израильская военно-воздушная сила наносит удары в 50 метрах от учреждения, требуя немедленной эвакуации. Почти 640 тысяч внутренне перемещенных лиц нашли убежище в 150 объектах в опор по всему сектору Газа. В результате бомбардировок полностью выведены из строя 9 больниц в оставшихся острый дефицит медикаментов. Блокада сектора Газа приобрела, по сути, тотальный характер. В анклаве отключены интернет и мобильная связь. Он попросту отрезан от остального мира. Никто не знает достоверно, что там сейчас происходит. Такая блокада не только сеет еще большую панику среднемирных жителей. Она напрямую подрывает работу медицинских и спасательных служб. А значит, приведет к новым жертвам среди гражданских лиц. По этой же причине не удалось согласовать проход 28 октября очередного гум-конвоя через КПП Рафах. Категорически осуждаем такие действия, особенно в ситуации, когда после отключения связи по анклаву были нанесены самые мощные с начала эскалации авиаудара. В условиях активных боевых действий гуманитарное реагирование остается фактически номинальным. Через упомянутый КПП Рафах единственный пункт. Из Египта с 21 октября прошли всего 94 грузовика. Причем, по поступающим свидетельствам, Израиль препятствует даже этим скудным поставкам. В результате в секторе сложился острый дефицит всего воды, топлива, продовольствия, медикаментов, а люди напуганы и доведены до отчаяния. 28 октября по решению военно-политического руководства Израиля, вооруженные силы этой страны, проигнорировав позицию четко высказанной международным сообществом, принятой накануне резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, начали наземную военную операцию в секторе газа. После интенсивнейших ударов, авиаударов, израильская армия начала заходить на территорию анклава с нескольких направлений. На юге, в районе лагеря беженцев Аль-Бурайч и городка Хан-Юнес, и на севере, в районе Герк-Бейт-Хан-Юн. Коллеги, власти Израиля по-разному называют свои действия. Расширением операции или подготовкой плацдарма, но суть не в этом. А в том, что, несмотря на недвусмысленную реакцию в мире, Западный Иерусалим начал практическую реализацию своих планов по зачистке анклава. В ответ мы услышали оценки главы МИД Израиля о том, что, цитирую, «Израиль категорически отвергает презренные призывы ООН к прекращению огня». Конец цитаты. Не прошли незамеченными комментарии постоянного представителя Израиля о том, что ООН утратила свою легитимность. Шокирует заявление ряда представителей в Кнессете, широко разошедшихся в СМИ, о том, что, цитирую, «никакой симметрии в израильском ответе, мол, нет, и что дети в Газе навлекли это на себя сами». Конец цитаты. К сожалению, из них четко следует, что Израиль демонстративно игнорирует мнение подавляющего большинства членов ООН, включая многих западных государств, о необходимости прекращения насилия. К этой неприглядной ситуации привело и то, что из-за позиции США Совет Безопасности фактически оказался парализованным и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня. Мы дважды выходили с подобными инициативами, но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы – истребить население газа или выдавить его за пределы сектора, а остальное палестинское население ассимилирует в составе Израиля, чтобы таким образом решить палестинскую проблему. В контексте беспрецедентной по масштабам эскалации Палестино-израильского конфликта не можем не отметить и нынешний рост напряженности на сирийско-израильской границе, который связан с активным внешним вмешательством в сочетании с незаконным военным присутствием США на севере и в северо-востоке Сау. Так, 26 октября силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в районе Абуки Маль на востоке Сирии. В Вашингтоне заявили, что атака была предпринята в рамках реализации так называемого права на самооборону, на американский манер, разумеется, и это за тысячи километров от территории самих США. Подобные нелегитимные и ничем не обоснованные действия Вашингтона являются ничем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии в норме международного права. В сегодняшних условиях подобные нелегитимные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах уже всего региона. Коллеги, время полумер и половинчатых, обтекаемых призывов прошло. Никакие гуманитарные паузы не помогут. Гумпомощь невозможно оказывать в разгар военных действий на земле. Я надеюсь, все присутствующие здесь это понимают. Счет жертв среди гуманитарных сотрудников уже идет на десятки. Разбомбленные автомобили скорой помощи, а те, которые остались, не могут работать из-за нехватки топлива. Все благие гуманитарные пассажи, безусловно, важны, но сами по себе они не остановят войну. Приоритетная задача мирового сообщества на сегодняшний день остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию к политико-дипломатическому росту. Необходима консолидация коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы двух государств. На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, со существующей в мире безопасности с Израилем. Господин председатель, я хочу задать представителю Соединенных Штатов вопрос. Объясните, почему вы против прекращения огня? Означает ли это, что США, будучи постоянным членом СБ, поддерживают доктрину тотального возмездия в Газии? Где же ваше сочувствие мирным жителям, которые вы так красноречиво выражаете на каждом заседании Совета по Украине? И это при том, что жизнь мирных граждан на Украине и близко не подвергается таким угрозам, как палестинцы в Газии? Или вы думаете только о тех, кто находится на европейском континенте, а палестинские жизни никого в Вашингтоне не волнуют? Те же вопросы я хочу адресовать остальным западным делегациям Советов, которые стыдливо воздержались по всем внесенным нами проектам резолюции, предполагавшим призыв к прекращению огня. Коллеги, Ваши двойные стандарты более чем очевидны. Ответы за них уже требуют населения Ваших собственных стран, где проходят массовые демонстрации в поддержку палестинцев. Сложившаяся ситуация Российской Федерации предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки на земле, направленной на скорейшее урегулирование кризиса. До всех увлеченных сторон мы доводили однозначно сигнал. Нужно безотлагательно прекратить огонь и обеспечить гуманитарные коридоры с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся. Президент Путин высказался предельно ясно. Мы категорически не приемлем и осуждаем любые террористические акты. Выражаем соболезнования всем, кто утратил своих близких и в Израиле, и в Палестине, и в других странах. Но осуждая терроризм и захват заложников, и требуя их безусловного освобождения, мы категорически не согласны с тем, что на терроризм можно отвечать, нарушая нормы международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы по объектам гражданской инфраструктуры, где заведомо находятся мирные населения. Наряду с решением, не терпяющим промедления задач по прекращению нынешнего витка насилия, необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии и коллективной действия по политическому регулированию конфликта. Задачей его продвижения в прошлом занимался квартет международных посредников. Однако Соединенные Штаты сделали все, чтобы подорвать этот действительный инструмент. На повестке дня формирование коллективного посреднического механизма с активной ролью региональных государств. В пользу этого говорят те позитивные тенденции, которые до последнего обострения вокруг газа наметились в развитии ближневосточной ситуации. Саудовско-иранской нормализации, реинтеграция Сирии в Лигу арабских государств, постепенное оздоровление межгосударственных отношений между Сирией и Турцией. Все это доказывает, что когда страны регионы берут ситуацию в свои руки и не подвергаются давлению вне региональных игроков, они многого добиваются на пути стабилизации Ближнего Востока. С учетом нарастающей эскалации в Палестинском анхлаве немыслимых по своим масштабам последствий для мирного населения, оказавшегося отрезанного от внешнего снабжения. Исходим из важности регулярного проведения открытых брифингов, подобных сегодняшним. Гуманитарная ситуация в секторе газа без какой-либо дискриминации должна оставаться в фокусе нашего пристального внимания, как это происходит в контексте других кризисов. Господин председатель, некоторые коллеги, стараясь сместить фокус внимания с драматическими событиями вокруг Палестино-Израильского конфликта, затронули вопросы о произошедшем 29 октября инциденте в аэропорту Махачкалы в Дагестане, в России. Исчерпывающие комментарии на данный счет уже были даны российским руководством, представителем региональных властей и мусульманскому руховенству. Правовая оценка действий участников акции будет дана Следственным комитетом России, который по факту беспорядков возбудил уголовное дело. Уже задержаны и допрашиваются десятки участников беспорядков, проводятся разбирательства. Очевидно, что любые противоправные действия недопустимы. Однако попытка изобразить несанкционированную акцию в аэропорту, как выплеск неких антисемитских настроений в российском обществе, частности на Северном Кавказе, это недопустимо. Данный регион давно служит примерным мирного и дружного существования представителям многочисленных народностей. Российскому обществу, в отличие, кстати, от западного, в принципе чужды проявления неприязни и нетерпимости на религиозной, этнической и расовой почве. В нашей стране издревле мирно сосуществуют представители всех основных конфессий – христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Как подтверждают данные российских силовых структур, в произошедших в черах событиях в Махачкале явно просматриваются следы внешнего вмешательства, включая массированные информационные воздействия извне через социальные сети. И следы этого, не удивляйтесь, ведут на Украину. Недоброжелательным России очень хочется злоупотребить ситуацию, поиграть на чувствах мусульман России на фоне шокирующих кадровых секторов газов, показывающих ужас, происходящего там, гибель женщин, детей, стариков, медицинского персонала. Рекомендуем некоторым нашим коллегам не пытаться переложить с больной головы на здоровье, а обратить внимание на ситуацию в своих столицах, где бушуют многочисленные мусульманские выступления, которые жестоко подавляются полицией, несмотря на декларированную властями западных стран приверженность мультикультурализму и свободе выражения мнения. Благодарю вас. Благодарю вас.